Здравствуйте! Вы на канале правильный выбор. Сегодня на обзоре монитор от компании LG модель 24UD58. В описании к видео оставлю ссылки на лучшие цены этой модели. Я очень старался при создании данного обзора и буду очень вам признателен, если вы поставите лайк и подпишитесь на мой канал. Диагональ экрана 24 дюйма, разрешение 3840 на 2160. Соотношение сторон 16 к 9 и время отклика GTG 5 миллисекунд. Подсветка WLED, матрица IPS, глубина цвета 8 бит с технологией FRC, частота обновления 5661 Гц. Монитор с разрешением UHD 4K позволит вам насладиться компьютерной графикой в полном объеме. Монитор LG Ultra HD IPS предоставляет вам одновременно и более широкий охват и реалистичную картинку под любым углом. Стабилизатор черного дает игрокам полную видимость даже в самых темных сценах. Размеры монитора 53 сантиметра в ширину, 33 сантиметра в высоту, толщина 6 сантиметров, вес 4 килограмма, цвет черный. Предусмотрено крепление веса 100 на 100. Оптимизация игровых настроек. Специальные игровые встроенные функции обеспечивают, подстраиваются и оптимизируются в зависимости от игры, которую вы выбираете. Input lag достигает 8,8 миллисекунды. С технологией FreeSync вы можете играть в любую игру высокого уровня без задержек и разрывов, которые появляются из-за различия между частотой кадров, выдаваемых видеокартой и частотой обновления монитора. Режим экранного меню позволяет вам легко настраивать параметры монитора несколькими щелчками мыши. Функция разделения экрана. Благодаря дополнительному программному обеспечению функции «Экранное меню» вы можете идеально организовать свое рабочее пространство. Для вашего удобства вы найдете 14 вариантов разделения экрана. Режим динамической синхронизации движения позволяет пользователям мгновенно атаковать противника без задержки. В данной модели несколько разъемов. Два HDMI 2.0, один DisplayPort 1.2, один выход для аудио и наушников 3,5 мм. Я посмотрел отзывы реальных пользователей и сейчас расскажу, на что жалуются обладатели данной модели. Подставка хлипкая и не регулируется. Цветовая температура, гамма и дельты плохо. В коробке с монитором идет отчет о якобы фабричной калибровке. Но это чушь полная. Отсутствие в комплекте кабеля с Mini DP. Не ищите в дешевых мониторах качественную подсветку. Белого цвета никогда не будет. Уход в синеву при малейшем отклонении угла обзора. Качество сборки и материалов на двойку. Монитор не совсем матовый, какой-то глянец и мат посередине. Управление джойстиком неудобное, нельзя пару нажатиями подстроить яркость или выбрать профиль, надо крутить, вертеть этот джойстик. На черном цвете заметна засветка экрана. Буду объективным, расскажу не только о жалобах, но и о положительных отзывах об этой модели, которые, кстати, часто пересекаются с отрицательными. Итак, начнем. Отличная цветопередача. Есть аудиопор 3,5 мм для вывода звука, приходящего на монитор по HDMI или DP. Отлично работает с macOS и PS4 Pro. У монитора лучшая цена в своем классе. Сверхмалое зерно, которого не видно в упор. Фото после монитора на матрице NT смотрится идеально. Малое время отклика. В Windows 10 прекрасно масштабируется. Соответственно, в браузерах и в самой винде все надписи крупно. Масштаб ставим на 150-200% и наслаждаемся. Огромное количество настроек монитора на уровне профессиональных мониторов. Если вы являетесь обладателем данного монитора, то в комментариях к этому видео вы можете поделиться своим мнением об этой модели. В описании под видео вы найдете ссылки на лучшие цены этого монитора. Надеюсь, я помог вам сделать правильный выбор. Не забывайте поставить лайк и подписаться на мой канал. Всем пока!